друзья братья по оружию всех приветствую тема сегодняшнего видео краповые береты парадных расчетов неоднократно задавался мне этот вопрос вот и поэтому назрело время записать это видео объяснить ситуацию вот но сначала пару слов еще предыдущем видео о краб о вручении крапового берета ельцину на меня вышел ветеран шестого отряда который присутствовал при этом событии и уточнил что это происходило не после октябрьских событий до октябрьских событий это было как он сказал 16 сентября 93 года спасибо за это сергей за это уточнение вот я прошу прощения за эту неточность стараюсь быть точным своих видео своих обращениях вот к теме данного видео так много раз задавали мне люди вопросом вот эти вот кто ходят на параде они имеют права не краповики настоящие спецназа задают вопрос чтобы по этому поводу думаете и так далее книги я ответил уже кратко на этот вопрос вот но так как книгу еще не все читали поэтому сейчас расскажу об этой теме и так парадную коробку которую все видят на параде 9 мая которая одета в краповые береты это парадный расчет у 2 полка дивизии дзержинского дом и они представляют там внутренние войска на этом параде 9 мая вот началось это в середине 90-х я не знаю точно когда когда парадный расчет надели краповые береты вот конечно это вызвало возмущение у витязя витязь там казармы рядом расположен кто служил знает вот и понятно что бойцы витязи били бойцов 2 полка за ношение беретов вот хотя конечно давайте справедливости ради скажем что бойцы ни к чему не виноваты им приказали вот но тем не менее это негативно сказывалось как на бойцах второго полка так начал отказаться негативно и на бойцах витязи потому что там дошло до прокуратуры возбуждались уголовные дела и тогда в общем ситуация нехорошая и 98 году в октябре месяца был собран совет краповых беретов 6 отряда тогда 6 отряда который собрал по инициативе сергей начало сюка где он предложил узаконить ношение краповых беретов вторым полком на парадах и объяснил что второй полк представляет внутренние войска и символизирует собой главный символ внутренних войск и спецназа краповый берет вот и в этом ключе он предложил разрешить как символ ну сергей начало сюк как я уже говорил неоднократно человек умный дипломатичный умеет решать вопросы корректно дипломатично вот и безусловно это было умное решение и конечно же все согласились абсолютно все единогласно проголосовали за это решение и тем самым законно понятно что время немного прошло те кто присутствовал в то время уже давно уволились и тех даже кто сейчас витязи слушать не знают об этом не говоря уже других подразделениях и вот теперь я рассказываю что советом краповых беретов 6 отряда то есть было узаконено ношение парадным расчетом крапового берета вот я считаю что то же самое можно отнести и парадным расчетом которые представляют войска символизируют собой опять же спецназ в регионах когда на парадах идут но я против того чтобы краповый берет использовался командирами частей просто для статусности знаете когда боец там где-нибудь у ворот стоит или у входа в штаб или знаменные группы даже знаменные группы да знамя это честь но я думаю здесь можно обойтись обычными головными уборами то есть я против этого и опять же понятно что это виноваты в этом командиры частей которые не понимают ценности крапова берета и понимать то что понимаем мы не понимают они так достаточно для красоты давайте конечно тут нужно просвещать этих командиров частей и то что я и делаю свои книгой фильмами вот этими видео пытаюсь объяснить людям что значит краповый берет и как ему нужно что это святыня и такой пример еще для таких вот командиров частей я расскажу как то тоже ситуация случай произошел в 98 году я еще даже на билет помню не сдал какое-то мероприятие планировалось в дивизии и командир отряда пришел совещание командира дивизии сказал что командир дивизии приказал одеть отряд в краповые береты чтобы выпал выставить коробку в краповых беретах на что командир отряда нам всем сказал я ответил командиру дивизии товарищ генерал такого приказа я не дам и все вот так должны отвечать все командиры отрядов спецназа подразделение спецназа и это сообщение тем командирам полкам частей которые так вот свободно вот посмотрите как вот это вот показатель чести показатель уважения показатель уважения к своим подчиненным вот так должен поступать истинный офицер который офицер должен ценить боевые традиции неважно чьи это традиции это берет это тоже боевая традиция россии вот поэтому нужно с уважением относиться и я конечно считаю что с этим должен вопрос это узаконить должен руководитель росгвардии сейчас то виктор золотов тем более он удостоен права ношения крапова берета я должен он должен этот момент узаконить долго думаю он понимает чтобы краповый берет этот момент как-то за вообще я считаю что краповый берет нужно приравнять к статусу гос награды узаконить таким образом чтобы также за незаконное ношение крапова берета привлекать к уголовной ответственности как это делается за незаконное ношение гос наград я думаю все спецназовцы краповики с этим согласятся потому что конечно краповики спецназ знают цену этого берета вот и знаете часто приходится объяснять и уже я часто слышу и от журналистов буквально недавно опять одна статья попалась там пишут про этот берет и я буквально несколько месяцев назад общался журналистом по поводу трагичного случая на сдачи на берет который произошел на сдачи вот объяснял и они хотели вывести вот хотели написать я так понял такую статью какую-нибудь разгромную что типа мы не хотим сдавать мы знаем что она заставляет на что я объяснил что все спецназовцы спецназовцы истинные спецназовцы хотят сдавать истинность каждый истинный спецназов хочет сдать на берет и что это по добровольно пишет с аэропорта это добровольно и все знают какой риск это несет для здоровья и тем не менее все хотят сдавать опять же говорю про истинных спецназов если человек служит в спецназе и не хочет сдавать на краповый берет он не спецназовец таких не должно быть спецназе у него нету духа спецназа как я писал в книге раньше в витязи сергей началось здесь хотели сдавать и сдавали все вплоть до начальников служб различных и офицера особого отдела вот какой дух был вот поэтому вот и должны понимать как что это значит для спецназовца и опять же я этими всеми всем своим творчеством пытаюсь донести я прошу всех истинных спецназовцев помогать не в этом вот и фильм который я делаю тоже об этом об истинных традициях итак на этом наверное все с этой темой мы заканчиваем думаю всем все понятно уже следующая тема видео которое планирую будет посвящена кто имеет право сдавать на краповый берет тоже много вопросов на этот счет поэтому я запишу еще видео на этот счет вот все заканчиваю всем спасибо всем добра кто в строю кто сейчас в бою парни терпение берегите себя слава спецназов с meatyss или терористам и Продолжение следует...